Я задал вопрос про катализатор, на что мне мастер сказал А вы докажите, что это вообще из-за нас Ценник в 19 700 за первое то, это вообще прям космос Гемор с карданом, без допов ни один официал не отдавал Там уже 2,5 еще допов нагрузят Страхуешь жизнь, берешь у них каска В красном цвете вы не найдете Мне кажется, я растеряю все шипы Хера не продашь, он у тебя будет валяться там, не знаю, на автору или еще где-то А вы у нас машину покупали? Я говорю, нет Ну, тогда подождите Всем привет Раньше ездил на Kia Cerato 3-го поколения, 14-го года машина была В принципе машина устраивала полностью То есть удобная, комфортная, нареканий никаких не было Ну, были, конечно, там какие-то нюансы Но все-таки машина достаточно комфортная И в принципе все как бы нормально было Ну, возраст уже, пробег Пора было менять Продал в декабре еще, но потом Думал, думал, думал до весны Какой год Cerato и на 70-е за сколько продали? Продал за 765 я ее продал, 14-й год, 1.6 двигатель в комплектации люкс Ну, может кому-то полезно будет Думал до весны ничего себе не брать Ну, в итоге что-то подумал Без машины как-то вообще неудобняк Поднапрягся и вот решил приобрести машину Вариантов было как бы не особо может быть и много Потому что все-таки бюджет хотел уложиться в полтора миллиона За эти деньги сейчас вообще машину купить очень сложно Бюджет был полторашка, да? Да, бюджет был полторашка Ну, там плюс-минус как бы это Да, а так полторашка Смотрел изначально хотел Ну, еще год назад, наверное Хотел Спортаж Но ценники за 2 В более-менее нормальной комплектации Вообще не за что отдавать 2 миллиона Рассматривал какой-нибудь БУ Но подумал, блин, покупать БУ машину За полтора миллиона Блин, хрен его знает, на что нарвешься Как бы не хотелось попасть на полторашку Тем более как бы, ну, БУшка есть БУшка Это если брать у знакомых Поэтому, в общем, не стал я покупать БУ Из новых рассматривал, опять же Ну, брать Церата такой же я не хотел Ну, то есть, да, машина прикольная Машина всем устраивала Комфортная Мне, в принципе, места хватало С учетом того, что двое маленьких детей Еще в семье есть Церата не стал Потому что, ну, Церата на Церата Что-то не хотелось Хотелось бы что-то другого Брать классом выше Ну, там, опять же, ценник Там те же, хотел сказать, Оптима К5 Там, блин, там уже 2,5 Еще допов нагрузят Ну, то есть, вообще ценники нереальные То же самое Саната, в принципе Ну, как бы, вот Из седанов все Больше особо ничего не рассматривал Если брать Вот такого класса Ну, понятно, что Спортажи, Туксаны Они все одной цены И за 2 миллиона, ну, нахер И в них толком-то ничего и нет Такого Полный привод я себе не хотел Потому что не хотел я этот гемор с карданом То есть, полный привод мне, он нахрен не нужен По городу То есть, один раз куда-то выехать Она, в принципе, и на этой нормально выедется Вот Какие еще варианты были? Вариант я рассматривал сначала Хотел себе Начал смотреть на китайцев Потому что бюджет более-менее нормальный Рассматривал сначала Джили Атлас хотел Посидели, вроде бы ничего Ну, блин Кулрей все-таки посимпатичнее мне показался И Атлас, он все-таки такой овощной А хотелось все-таки машину порезвее Ну, понятно, что На Тугелу там и не пахнет Потому что ценник совсем другой А Кулрей в принципе мне понравился Вообще прям И посидел я на тест-драйве поездил То есть, вообще прикольно, короче Машинка вообще нормальная Такая бодренькая Вы писали, что в момент покупки Грузят там допы Да, да, да Вот К моменту покупки То есть, определились с машиной Решили посмотреть по дилерам Что вообще кто предлагает Позвонил по дилерам Ну, естественно В наличии практически ни у кого ничего нету Там Когда было? Это был январь Середина января А, ну то есть вот совсем Да, да, да Это была середина января По наличию практически ни у кого ничего нету А у кого есть Я вот и рассматривал вариант Да, конечно, может быть хотелось максималку Но в бюджет она не укладывалась По той простой причине Что без допов ни один официал не отдавал Ну, то есть допами грузили все официалы Прям вот без исключения Ну, как они обычно говорят там Ой, в наличии нету Ждите под заказ Ждать два месяца Ну, вот там есть Она собиралась под клиента Мы еще раз говорили о продаже Куврея Да, да, да Поэтому вот Ну, в общем, ладно, думаю Позвонил по дилерам Звонил в один дилер Короче, звонил я каким дилерам? Общался с Автомиром Автоспеццентр В Обухове у них вообще ничего и не было даже Там Сказали, что ближайшие там два месяца не будет Хотя потом я к ним в феврале заезжал У них уже стояли там Ну, это как бы другой разговор Отдельная тема С фаворитом общались тоже Ну, собственно, наверное, все По наличию у них были в максималке Flagship Sport Цена была миллион восемьсот пятьдесят Это чисто или с допами? Это с допами, с допами То есть вот все как один прям сговорились Вот у всех троих дилеров были в максималке в наличии Ну, вот ценник такой Окей, думаю Ладно, поехал Я съездил в Автоспеццентр Который находится на Дубровке Вот Были там Короче, с ними пообщался Все, они посчитали Там варианты с кредитом, не с кредитом Типа скидки В итоге вышло, что в комплектации Luxury Вот в такой Базовый прайс там, по-моему, был миллион четыреста По прайсу Они Миллион, миллион, миллион Миллион шестьсот пятьдесят Это лакшери Нет, там есть потом Flagship и Flagship Sport Это, получается, она вторая у них То есть они, короче, заломили миллион шестьсот пятьдесят с допами Это если брать сезонал Если брать в кредит Они сказали, да, мы делаем скидку Скидка была Скидка была Сколько они сказали-то в итоге Миллион четыреста восемьдесят пять С допами С этими же самыми Но если берешь в кредит Ну, соответственно, при условиях, что ты страхуешь жизнь Берешь у них каска Шмазка Да, то есть, короче, нагружают полностью Как бы Я эти загрузки давно знаю Сам работаю в смежной сфере Поэтому я говорю, не, ребята, сорян Но, как бы, этот вариант не мой Вот Я сам с Тамбовской области И вариант был еще Думаю, ну, как бы, съезжу на родину, может быть, на малую Заодно И машину Как бы посмотрю Или что-нибудь такое Ну, в общем, позвонил я дилеру Тамбов Они сказали, да, типа, есть в наличии В красном цвете Кстати, красный цвет в Москве Вообще, вот Все дилеры как один В красном цвете вы не найдете Потому что они улетают как пирожки Ну, то есть, прям вот За красный цвет они, наверное, еще были готовы По соток накинуть, наверное, я не знаю Потому что они прям в лед улетали Вот А Тамбовский дилер сказал Да, типа, есть в наличии В комплектации лакшери Сколько они изначально-то просили Миллион пятьсот пятнадцать, по-моему Он стоял по прайсу у них С допами Вот, как бы Все, я говорю, да Все, прям, вот, все Я просто приеду, блин, там, четыреста километров Как бы ехать Я говорю, не хотелось бы приехать И потом вы мне начнете там что-нибудь нагружать Там, загружать Он говорит, да, нет Вот, прям, он мне фотку присылает С шоурума, там, прям, с прайсом Миллион пятьсот пятнадцать Думаю, блин, прикольно Говорю, окей Начали с ними, думаю Ну, может быть, там, еще чуть-чуть Поторговаться В принципе, нормальный Нормальный менеджер попался Такой адекватный Мы с ними, там, рассмотрели Тоже разные варианты Они предложили Там, давайте, может, там, в кредит Там, еще что-нибудь Я говорю, ну, блин, ребята Я говорю, вы мне не предложите те варианты Которые бы меня устроили По кредиту То есть И показка И все остальное Ну, то есть, как бы Сам в страховой компании работаю Поэтому я говорю Показка вообще Вот Я говорю, если вы мне предложите Дешевле, чем я сделаю у себя Я говорю, то давайте Ну, они мне сказали Мы не будем предлагать Вот Из допов Что там у них стояло То есть, у них миллион четыреста машина И получается на сто Пятнадцать тысяч допы То есть, без допов нельзя было? Нет, без допов нет Ну, как они сказали Эта машина уже была под клиента Просто он там отказался Передумал Ну, стандартная песня для всех Дилеров Из допов они Ну, типа, обработка Антикор, антишум Вот это, какой они всем это запихивают Подкрылки с брызговиками Сигналка с автозапуском Старлайновская В общем, мы с ними сошлись Миллион пятьсот двадцать пять Плюс они делают тонировку И зимнюю резину дают И миллион пятьсот двадцать пять Вот мы с ними так сошлись Порешали Ну, то есть, нормально, адекватно И поторговались И дилер, я думаю, не в накладе остался далеко Потому что там, ну, реально Ну, из тех допов Там, что, на сто пятнадцать тысяч Обработка, подкрылки Ковры, салон-багажник Там, какая-то накладочка Джилин в багажнике Сигналка Ну, как бы, вот, все Там, себестоимость Там, пятьдесят тысяч рублей Максимум, мне кажется Что нравится, что не нравится Да В принципе, в основном Все нравится Каких-то там Есть какие-то нюансы Но это мелочи Нравится то, что Машина, во-первых Ну, во-первых, блин На восемнадцатых катках Это нормальная тема Я и смотрел Она, блин Ну, классно Мне нравится Минус, конечно Цена резины Но это уже Панорамная крыша Вообще Круто Она там, блин Огромная Во всю крышу Бодренькая машина Нравится, как она Разгоняется На ней вообще Ездить медленно Прям вот Вообще нельзя, наверное Ну, я здесь по городу В основном В спорте Пока что По городу не очень Потому что На светофорах Мне кажется Я растеряю все шипы Потому что Без букса Тронуться в спорте Вообще На ней, наверное Нереально Потом Ну, как бы Вот Нравится все В салоне Вообще Прям прикольно Все сделали Китайцы Продумали Блин, почему Я не знаю На других машинах Нельзя вот этого Все продумать А если это все То же самое Продумано То, блядь Стоит в три раза Дороже Чем Вообще не испугало Что 30 цилиндров Все-таки робот Нет Честно говоря Не испугало Может быть Не испугало Из-за того Что На вольвах Ставят Наверное Не просто Так Такой же Агрегат Ну По крайней мере Так и менеджеры Говорят Что там ставят Я особо В этот вопрос Не вдавался Там По-моему На XC40 Что ли Они говорят Такую ставят Вот В принципе Не испугался Как бы машина Будет у дилера Обслуживаться С гарантией Слетать Не планирую Поэтому Если что-то будет То по гарантии Будем Будем бодаться По гарантии Если вдруг Что-то будет По-моему Многие Жалуются Там Блин Ликвидность Как это Большинство Вообще Всех Особенно Наверное Этих Монагеры В трейдинах Которые Работают Они там Китай Ты не продашь Ты не продашь Француза Вот француза Ты ни хера Не продашь Он у тебя будет Валяться Там Не знаю На автору Или еще где-то Какие нюансы Мне здесь Не понравились Это Управление С монитора Этими Всякими Подогревами Руля Сиденья Это вообще Конечно Неудобно Пока он там Ну понимаешь Он загружается Он быстро Все равно В холодную погоду Но Блин Чтобы включить Нужно какие-то Там Манипуляции Эти провести Вот Не понравилось Второй момент Это вот Нюанс Как раз таки Был Вчера У меня Намкать Закончилась Омывайка Но при этом Не загорелась Датчик Лампочка Омывайки Что она Заканчивается Вот этот нюанс Мне непонятен Будем конечно Еще выяснять Я не смотрел Может быть Датчик какой-нибудь Там навернулся Фиг знает Непонятно мне Но Получается Омывайка Закончилась В самый неподходящий Момент И Ну понятно Что у меня была С собой Ну как бы Я залил Не проблема Остановился Но вот Очень неприятно Было Ощутить Когда она у тебя Перестает Брызгать И при этом У тебя не предупреждает Машина Что Что-то у тебя Там закончилось Надеюсь С другими Жидкостями Там такой Проблемы нет Как посадка Как Места в салоне Места в салоне В принципе Достаточно Я бы наверное Сравнил С Церата Вот приблизительно Одинаково Вот для тех Кто Может быть Планирует Покупку Чтобы Вот был ориентир Ну Примерно Место Как в Церата Вот Иландра В этом плане Нормально Кстати Вот удобно Было Про багажник Когда мы поехали И положили туда Санки Вот Санки Там нормально Прям встали В Церата Их приходилось Там Как-то Заковыривать Туда Здесь нормально Прям Кстати К вопросу О дилеру Обухов Мне вообще Не понравилось Их отношение Особенно К тем людям Которые покупают Не у них авто То есть Первый вопрос Который они задают Когда к ним приезжаешь А вы покупали авто У нас Меня немножко Смутил этот вопрос Я просто поехал К ним Почему Я обратил внимание Что у меня Немножко руль Ну наверное Сход-развал Там Не отрегулирован Был с завода Я не знаю Немножко руль Левее Когда колеса Прямо Вот Ну и Думал Фары там Отрегулировать Многие там Пишут на форум Где там К дилеру заезжают Они нормально Там все По это самое Отрегулируют И нормально В Обухов заехал А они как бы А вы у нас покупали Я говорю Нет Ну а что вы Типа к нам приехали Езжайте тогда туда Где вы покупали Авто Я говорю А вы вообще-то Блин Официальный дилер Так-то Я говорю Могу к любому Официальному дилеру Приехать Ну а что вы Типа к нам приехали Ехали бы туда Где покупали Я говорю Ну вы такие Интересные Ну ладно Как бы Давайте запишем Давайте запишем Записали Приехал Оказывается Записи нет В назначенное время Думаю Окей Пошел этот менеджер Ну менеджер нормальный Адекватный В принципе попался Пошел к мастеру Выяснять Чтобы не было конфликтной ситуации Он сначала предложил Подождать Запись была на 8 утра Он предложил подождать Когда освободятся боксы До 12 Я говорю Ну вы нормально так представляете Что я у вас тут 4 часа Буду сидеть ждать Ну типа Других вариантов нет Я говорю Ну окей Говорю Решайте Как то вопрос Тогда Ну как бы Я приехал Он пошел К мастеру Тот Говорит Да типа Мастер говорит Ладно Давайте типа Чтобы замять ситуацию Там Примем Давайте оформим Давайте типа СТС И сразу вопрос опять А вы у нас машину покупали Я говорю Нет Ну тогда Да подождите Думаю Интересно Другие деньги что ли Да Тут как то вот Для меня странно Это было Ну окей Он пошел опять К мастеру Выходит Так как вы не у нас Покупали Сход развала Регулировка Будет за Ваш счет Типа Я говорю Нормально Прикольно так Я говорю Нет Не надо мне Ну типа Как хотите Типа Мы бы предложили Вы отказались Я говорю Ну окей Я вышел Позвонил в представительство На горячую линию И мне девушка Там на горячей линии Говорит Ну это типа Предпродажная подготовка Ну Как сотруднику колл-центра К ней вопросов в принципе нет Разговаривать их Учат И они это умеют По скриптам Да Ну С точки зрения Наверное Представительства Такой ответ Наверное Не очень был Они мне сказали Что это предпродажная подготовка И Этот косяк Должен исправить продавец Тот кто вам продавал машину Думаю Блин Ну ладно Как бы в Тамбов ехать 400 километров Чтобы сделать развал И фары отрегулировать То еще удовольствие Позвонил я дилеру В Тамбов Ну как бы так Уже Чтобы до конца довести Интересно чем это закончится Они в принципе Вообще адекватно себя повели Он говорит Да Не вопрос Приезжайте Мы все поправим Как бы без проблем Я говорю Ну блин Я бы приехал Но как бы 400 километров Вообще что-то не очень Они Блин Ну Будете в Тамбове Заедете Мы сделаем Здесь вообще Да И он мне в принципе В Обухове заявил Сказал А кто типа будет нам Оплачивать эти работы Типа у нас Мы же должны заплатить Зарплату там Мастеру Которой норма часы Там бла-бла-бла Я говорю Ну это все понятно Как бы Ну Вы как-то Наверное официальный дилер Решаете эти вопросы С представительством Или как-то Вы же не просто так Ну Думаю Ладно И Посмотрел сетку ТО Которая была У Обухова Блин Ну ценник В 19700 За первое ТО Это вообще Прям Блин Космос А что они там делают На первом году Не знаю Может быть Они там Что они там делают Может они ее там Перепрошивают На 300 лошадей Не знаю Ну как бы Я не знаю Что там можно сделать На 19700 Причем Буквально вчера Смотрел Тоже там Одного обзора Он по дилерам звонил По стоимости ТО Стоимость работы У всех одинаковая Если ты приезжаешь Со своими расходниками Стоимость работ 5100-5200 Стоимость работ То есть это Ну понятно Замена масла Снятие защиты картера Там Снять Адеть А остальное В принципе Ну что масло обвиняют Ну что-то они типа там Регулируют Типа проверяют Ну все мы знаем Как дилеры обычно проверяют Если Если у него не стоять Над душой То он соответственно И не проверит И почему-то Когда ты рядом стоишь Они делают за полтора часа А когда ты сидишь В комнате ожидания Они делают три часа Непонятно наверное Почему Ну Стандартно Всех так дилеров Одинаково Я в принципе Цурата свою предыдущую Я обслуживал у дилера Первые два года Потом я в принципе Сам и занимался К этим дилерам Я почему Перестал обслуживаться У дилера Я поехал Я не знаю Может быть Кстати вот Здесь В Домодедово Дилеры все такие Интересные Какие-то Охамевшие Обнаглевшие Я поехал Почему я перестал Обслуживаться Я поехал В Вист Который находится В районе Ям И мне мастер Приемщик Заявил Тут вопрос Как раз На них На 1.6 С катализаторами Проблема была На Церата Я задал вопрос Про катализатор На что мне Мастер сказал А вы докажите Что это вообще Из-за нас Что это не вы Плохое топливо Заливали Вот вы приехали Со своим маслом А вообще Может быть Там говно Какое-то Вы попробуйте Докажите Что это из-за нас Я думаю Ну короче Понятно Смысл Никакого Тогда А так В принципе Вот В целом Довольны Да Машиной доволен Машина радует Ездит Катает Если бы было Немножечко денег Побольше Ну миллиона Два с половиной Например Не знаю Может на Тугелу Вы примерно Будете ездить На Куре Вот так Чисто ориентироваться Ну года четыре Точно планирую Поездить А там Будет видно Ну машинка В принципе Современная Устраивает По динамике Устраивает В ней В принципе Все есть Вот то что Мне нужно было И даже больше Потому что Я не ожидал Что у нее В этой комплектации Нигде об этом Не описано Не расписано Что в комплектации Лакшери Есть камера Боковая В зеркале В правом Хотя Ну понятно Что там Флагшип Круговой обзор А вот в этой Ну было бы Может быть денег Побольше Я бы В максималке взял Но хотя мне Единственное Не очень В максималке Нравится этот спойлер Который Ну там Разница Наверное В мелочах По машине Да Ну круговой обзор Там Туда Ну да Ну хотя Суппорта Ну Фиг знает Ну как бы Вот Все